Собачья чума В приюте очень много безымянных собак За все время существования ласки Через руки волонтеров прошло настолько много животных Что у работников закончились идеи для кличек Возможно, потенциальным хозяевам это на руку Можно назвать питомца так, как хочется Наша героиня около 8 месяцев И она никогда не жила в семье И не имела клички Это дворняга во многих поколениях И пока приют ее единственный дом И первое, что она пережила здесь Борьба за жизнь Как и все животные По отлову, либо по звонку наших чудных граждан Собачка поступила с признаками отравления Ей была оказана экстренная ветеринарная помощь И чудо свершилось, собачка выжила Но единственное, что у нее осталась шаткая походка Немножко дезориентация в пространстве Но тем не менее она выжила И надеюсь, дальше мы ее реабилитируем По первичным признакам отравления Было непонятно, что это за яд Либо героиня наелась крысиной отравой Либо ее интоксикация умышленная По словам волонтеров, сильная жажда Пена изо рта и судороги Возможны и симптомы отравления специальным ядом Обычно животные от этого погибают Но нашей героине повезло Уже через три дня она пришла в себя Помимо отравлению, у собак очень много других Опасных заболеваний Например, один из самых заразных вирусов – чума Она бывает легочной, кишечной, нервной и кожной По ходу течения болезни Одна форма переходит в другую Пока весь организм собаки не будет поражен Чумой может заболеть животное в любом возрасте Независимо, как бы, это щеночек Или уже взрослое животное Очень характерная нервная форма чумы При этом заболевании Возникает тремор нижней конечности Возникает подергивание мышц черепа То есть у животных неправильная Скоординированная походка Первые симптомы – водянистые выделения из носа и глаз Повышение температуры до 41,5 градусов Сыпь на животе и ушах Примерно за неделю до основных симптомов В экскрементах собаки может появиться кровь А аппетит может то ухудшаться, то восстанавливаться Собаки реже отряхиваются и потягиваются Сильно худеют Щенки более подвержены заражению, особенно без прививок Потому что заболевание охватывает все органы, все системы И животное очень часто заканчивается летальным исходом А в течение какого времени исхода? По времени тоже разные варианты есть То есть иногда бывает очень быстрая молниеносная форма от одного до двух дней И иногда бывает это неделями длиться То есть животные, которые выживают, практически всегда остаются с какими-то осложнениями Если болезнь выявить на ранней стадии, у собаки большие шансы выжить Главное сразу обратиться к врачу и четко следовать схеме лечения В последствии тяжелой формы чумы собака будет постоянно клацать зубами Подергивать морды и хаотично двигать лапами Чтобы избежать страшную болезнь, нужно делать прививки Не давать доступ к уличной обуви и одежде Не контактировать с больными или уже переболевшими чумой животными Они могут быть носителями вируса еще несколько месяцев Что касается нашей героини, ее недуг не так страшен Но пока что ей требуется помощь Координация движений после отравления у нее еще нарушена За ней сейчас уход, это провести дальнейшую реабилитацию Назначение врача все выполнить Дальше надо жить как нормальная собачка Любить, кормить, целовать, обнимать Какой у нее характер? Куда ее лучше взять? Она очень спокойная собачка Она очень ориентирована на человека Она хочет внимания Хочет, чтобы с ней гладили, трогали, общались Лучше забрать собаку в семью без маленьких детей Она еще побаивается людей И ей лучше не доставлять лишнее беспокойство Но тем не менее, она сможет стать верным и ласковым другом в любой семье В следующем выпуске нужно ли котенку личное пространство И как оборудовать дом к его появлению Что делать, чтобы пот не вырос трусом Кто он, герой нашего нового выпуска? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова